Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» 27 том. Тема «Государство правителей». Вопрос 3881. Так ли опасны политзанятия в лагерях в заточении прессов власти, советской власти, для души человека, что можно пойти и на муки, и на смерть, но только бы не посещать их? Так, к примеру, поступал известный Баптист Бойко М.Е. Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Я этого вообще понять никак не могу. Выходит, что никаких газет, журналов он не читал вообще. Даже на работе, когда приезжал лектор по любому вопросу и увешивали афишу, приглашая всех желающих, я слушал, а потом беседовал с этим лектором. Мне это нравилось. Что-то новое узнавал и, конечно же, было свидетельство о Христе. Но страдать, не ходить – это что-то из области самых тупых и темных сектантов. Но Бойко же не такой. Он нигде этого своего страха перед полензанятием не объясняет. Может, и здесь сыграло злую шутку узость сектантского разумения всего. Узость взгляда на истину. Я же ходил бы и записывал, конспектировал, чтобы исполнить свои знания. Даже в лагере и в тюрьмах я читал все газеты, какие туда поступали, и читал все книги, какие брали во всей камере. В каждой камере висит устав. Я его переписал, заучил, чтобы не нарушать. Это мне было весьма на пользу. Обычно зэки ищут способы, чтобы попасть на кухню – хлеборезку. И в этом не помогают иногда родственники, покупают эту должность. А начальство лагеря само предлагает Бойко эти престижные места, как он говорит, и он отказывается намертво. Они снова говорят его, что если сам не можешь хлеб резать, то будет другой заключенный помощник резать. А ты только наблюдай, чтобы не ворвали. И он опять отказывается. Что бы это значило? Можно даже предположить, что Бойко пользовался поддержкой Запада, так как Совет узников везде с обращениями своими выходил к высшей инстанции, взывая о помощи узникам. И могло быть так, что кто-то добирался до лагерного начальства, чтобы как-то облегчить участь этого несчастного. Но все было тщетно. Он никого и никогда не слушал, считая, что имеет прямую связь с Богом. И только оттуда получает инструкции на все случаи жизни. Вот почему у всех их были после освобождения одни и те же отношения с теми, кто был во главе. Те их отставляли в угол, а они ничего не могли предложить, кроме того, чтобы было за плечами авторитет исповедников. А в новом руководстве как раз этого не имели и потому ни во что не ставили такое ценное наследие. Николай Бойко, как святой Никита, который уперся и даже поросенка не хотел кушать, пока женщина, угощавшая его тайна в камере, не доказала, что она почитательница икон. Отчего это? Иногда просто от уперсости и узости взгляда на истину. У Бойко не было никакого специального образования. Если в Библии он ориентировался на уровне баптизма, то в других областях он знал только отдельные выражения и ими оперировал. Но обладая хорошей памятью и совестью, он не мог не понимать, что в других областях, как в политике, его суждения мелкие и ошибочные. И боясь попасться в просад и на том потерять свой авторитет перед зэками, чем он так дорожил, он избегал политзанятий, скрылся за Христа, как говорят в таких случаях. А в действительности это было еще большим сужением и до того узким пониманием учения Христа, что Бойко прочитал за все эти годы заключения. Об этом он нигде и ни слова. И легко понять, что ничего и ни одной книги из классики или современных писателей он не читал. Зачем? Он же уже спасен. Вот это уже спасен заклинило мозги миллионам и не дало двинуться в сторону развития талантов. Считаю, это явление отлукавого. Где во Христе там всегда свобода духа и широчайшее разумение всех вопросов, чтобы для всех сделаться всем. Он же ни для кого не мог сделаться никем. Он всегда был упертым в стену, битым баптистом и перед православными батюшками. Он как миссионер был никакой. Но и такого лишь за одни его страдания баптисты уже фактически канонизировали, считая его бриллиантом, жемчугом и достойным всяческий похвал. Мученики бывают и у сатаны, и у колдуны, и лютые еретики нераскаянные. Не про Бойко конкретно говорю, а об отношении к страданиям. Бойко все, что читал о церкви, самонудеянно относил к своей еретической человеческой организации и свое ломание хлеба считал самым настоящим причастием. А это было ничто и иное, как кощунство и грех. Дофана и участь заживо быть опущены в бат. Яков 1.5 Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающий всем просто и без упреков, и дастся ему. 1 Тимофея 3.15 Чтобы, если замедли, ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть в церковь Бога Живого, в столб и утверждение истины. 2 Тимофея 4.15 В ней его опять допустит Бога. Утешит слух Сиона, песню звучно. Народ затерянный, разбросанный судьбой. Где ты найдешь надежное жилище? У птицы есть гнездо, у зверей лес густой. Тебе ж одно осталось оклобище. В перебежище от буль и горести земной. 1846 год. Сергей Дуров